Ну и давайте еще какой-нибудь примерчик на проблемы с сетью. Например, будем пробовать нашим iPerf проверить скорость с каким-либо сервером. Итак, у меня есть сервер, и я iPerf 3 пытаюсь к нему подключиться. У сервера IP-шник 62.168.42.100. Пытаюсь достучаться, и мне пишут unable to connect to server. Для начала я, конечно, попробую пингану. Ну, пинг этот адрес, 42.100. И вижу то, что пинг идет, то есть связь у меня с ним есть. Возможно, с моей стороны закрыты порты какие-то. Сделаю IP-tables-l, например. Вижу то, что у меня output accept, то есть наружу у меня все, в принципе, пакеты разрешены. Попробую я на этот порт. По-моему, iPerf у нас использует с вами порт 5201. Попробую я зателнечу этот порт. Скажу telnet. Опять же этот IP-шник. 192.168.42.100. Порт 5201. И вижу то, что соединений на порт 5201 не проходят. То есть, скорее всего, какие-то проблемы на стороне сервера. Переключаюсь на сервер. Первое, что я хочу проверить на сервере, что у меня там происходит с firewall. Я вижу то, что у меня в цепочке input правил accept, то есть все входящие пакеты разрешены. Тогда, может быть, у меня iPerf вообще не запущен. Запущу netstat с ключами ntoolp. То есть, по-моему, это показываем номера вместо пидов. Не уверен. TCP, UDP, listening ports. Netstat минус ntoolp. И вижу то, что у меня здесь среди всего этого красивого вывода iPerf 3 есть. Вот он. Немножко поехал вывод из-за того, что маленький экранчик у меня для записи. Но я думаю, ничего страшного. И я вижу то, что этому iPerf относится порт 5202. То есть, кто-то запустил iPerf на порте не по умолчанию. И на самом деле он слушает порт 5202. Возвращаюсь на свою машину. И на своей машине запускаю iPerf. Давайте сразу про-телнечу порт 5202 для начала. Вижу то, что соединение у меня есть. Прекрасно. И теперь пробую зацепиться iPerf на этот порт 5202. И вижу то, что соединение прошло. И трафик теперь спокойно замеряется внутри моей виртуальной сети. И внутри виртуальной сети, вы видите, трафик у меня такой хороший. Таким образом мы с вами получаем еще один алгоритм работы по сети. Проверки проблем по сети. Если мы куда-то не можем по какой-то причине достучаться, мы сначала проверяем фаерволы с обоих сторон. Затем мы пытаемся зателнетиться на необходимый порт. И после этого уже, если этот телнет нам не помог, мы идем на конечную машину и смотрим, слушает ли эта машина вообще нужный порт. Запущен ли там этот демон. И если уже и демон запущенный порт слушает, можем спокойно отправляться в логи сервиса, который не принимает соединения. Пытаемся понять, почему он эти соединения не принимает. Субтитры создавал DimaTorzok